Бойцовский вечер во плоти открыл рейтинговый бой. В клетке встретились Андрей Варан-Мавродиев и Эдуард Стингер-Богачук. Варан быстро перевел соперника в партер и на четвертой минуте 16 секунде первого раунда сумел провести удушающий прием, что и заставило Богачука сдаться. Поединок хороший, соперник тоже хороший. Прогадал он этот прием, за счет его я победил. Соперника я уважаю, несмотря на то, что я злюсь на него. У меня такой стиль ведения своего настроя, настраиваясь таким образом. Но соперника я уважаю. Он молодец, он показал хороший результат. Но я был чуть лучше сегодня. Вообще, это драйв. Я очень доволен этой клеткой, этим восьмиугольником. Для меня это состояние самое лучшее. Я обожаю этот драйв, когда ты весь там и ты этим живешь просто. Первый полуфинальный поединок Виталий Сагайко против Андрея Резника. Уже во втором раунде Резник занял позицию сверху и грамотно провел добивание, чем и обеспечил себе место в борьбе за чемпионский пояс. В следующем поединке сошлись два сильнейших бойца. Георгий Вихорники Фарец и Олег Граф Монте-Кристо Абревко. Спортсмены попеременно занимали доминирующую позицию и пытались закончить бой досрочно. В конце первого раунда одна из попыток Абревко увенчалась успехом. Он провел добивание. И рефери был вынужден остановить бой. Тяжелый поединок, хоть и закончился в первом раунде. Соперник очень хороший, именитый, опытный. Главное, опытный. Я боялся допустить малейшую ошибку. Я уже понимаю, что я сделал некоторые ошибки, которые не мог себе позволить, но повезло, что справился с этим. В весовой категории до 84 килограмм в октагоне встретились Роман Опасный Ильяшенко и Сергей Гузев. Бой был недолгим, но напряженным. Гузев занял позицию сверху и начал проводить мощное добивание. Спасаясь от града ударов, Роман перевернулся на живот и тут же почувствовал на шее захват Гузева, что привело к сдаче соперника. Схватка Бориса Полежая и Юрия Чижевского продлилась все три раунда, по итогам которых Юрий Чижевский победил Бориса Полежая решением судей. Физически сильный, поэтому было тяжело взять какую-то позицию, попробовать разбивать. Поэтому так поединок и закончился. Немного не так, как хотел, но уже получилось. Алексей Ворогушин и Александр Долотенко решили свой бой не затягивать и начали атаку с первых секунд поединка. Уже на первой минуте 29 секунде первого раунда Долотенко заставил противника сдаться, проведя удушение сзади. Тот, что наработал, тем и работал. А готовился, старался, чтобы не пропустить. Ну, у него руки быстрые. И так, стойкий неплохой. Старался его партер привести. За право представлять Киев на чемпионате Украины по боям без правил на призы СК «Оплот» в клетке встретились Василий Клепиков и Василий Бабич. На второй минуте 29 секунде первого раунда Бабичу удалось провести прием удушения сзади и одержать эффектную победу над Клепиковым. Хотел стойки провести, но получилось повышающим приемом. Я переживал очень сильно. Очень сильно переживал. Не ожидал сам от себя. Последний поединок Богдан Савченко против Давледжана и Акшимурадова стал, пожалуй, одним из самых захватывающих, непредсказуемых и интересных. Давлед наращивал свое преимущество. Его точные и быстрые удары оставались практически без ответа со стороны Савченко. Затем Акшимурадов перевел бой в партер и уже там продолжил обрабатывать увесистыми кулаками корпус и голову соперника. В результате после трех раундов единогласным решением судей Давледжан Акшимурадов победил Богдана Савченко. Это дает энергию, адреналин такой. И у тебя, хоть ты бывало неоднократно, устаешь в такие бои, взрываешься и собираешься. Помогает, знаете, вот это когда кричат, помогает. Зрелищные противостояния проходят в бойцовском клубе «Оплот» каждый четверг, пятницу и субботу. Елена Захаренкова, Иван Нестерко, «Оплот.Инфо».